Символично, что встреча прошла в Москве в бывшем имении дворянина Мичкова, основателя первой в стране кооперации. Объединить сельхозпроизводителей для Кубани сегодня стратегическая задача. Как отметил губернатор, только за первое полугодие 2018 в регионе появилось 18 новых кооперативов. Всего же в Краснодарском крае 14 тысяч фермерских хозяйств и около миллиона ЛПХ. И для того, чтобы решить проблему со сбытом выращенной продукции, необходимо объединить усилия аграриев, считает Вениамин Кондратьев. Фермеры, личные подсобные хозяйства. Вот сегодня мы должны посмотреть не сверху вниз, а снизу вверх, что они хотят и что они сегодня просят. Они просят, чтобы потребка операции вернулась в рамках уже рыночных отношений. И она должна быть прибыльной. База потребка операции сегодня, безусловно, в нашем крае серьезная, однозначно. Инфраструктура, и сладкие помещения. И те, это год пункты. То есть все основания для того, чтобы мы создали новую или систему потребок операции по-новому в Краснодарском крае есть. Наша задача, может быть, даже научить людей, как это делать. Мы сейчас предложили новые формы. Мы в кооперацию сейчас привлекаем не только членов кооперации, предпринимателей, молодежь, мелкий бизнес. Ведь основа кооперации в чем? Объединить усилия людей для того, чтобы они могли, вот один производитель, второй, третий, могут создать кооператив и совместные усилия, создать экспортный кооператив, выйти на рынок. Мы им помогаем с точки зрения изменений законов. Отнесли к малому и среднему бизнесу кооперацию. Сейчас потребительскую кооперацию, вот мы договорились, с правительством, что будем вносить комплексную программу развития кооперации. Именно Совет Центра Союзов сегодня курирует работу по обновлению заготовительных пунктов, а также содействует в продвижении продукции сельхозкооператива в федеральные торговые сети. Вениамин Кондратьев со своей стороны обратил внимание, что этот вопрос актуален не только для производителей, но и покупателей. Наш потребитель стал взыскательным. И вот продукция потребкооперации, она может быть изначально с брендом, экологически чистой и качественной. Это тоже новая полка, которую потребкооперации может занять. Да, яблочки от бабушек. И многое-многое по этой линейке можем продвинуть, но уже исходя из спроса на рынке. А спрос сегодня на экопродукты. И сегодня потребкооперация может быть первой, которая этот спрос будет. Кроме того, на встрече обсудили меры поддержки сельхозкооперации. Вот уже больше года в крае действует программа с беспрецедентными условиями. Регион компенсирует до 90% затрат на развитие материально-технической базы кооперативов.